Потому что мы такие молодежные, такие прям модные, яркие, клевые. Вообще, они девчонки! Прям девчонки, да? И вот ты даже не скажешь, сколько нам лет? Да сколько нам лет, никто не догадается. Мы-то правильно одеваемся. Мы знаем, как это делать. А некоторые люди даже не подозревают, что они себя старят с помощью одежды. О, да. Поэтому сегодня мы хотим поговорить на тему топ, ну, условно, 10. Надеюсь, мы как раз 10 и наберем вещей, которые прибавляют визуальный возраст. Мне не хочется говорить, как вот эта вот мысль распространенная превращает вас в тетеньку и так далее. Мы не будем такого снимать, такого говорить. Но мы найдем те вещи, которые реально добавляют возраста. С вами Ольга Епифанова. И Лена Пузнецова. И канал Стильно. Поехали! Вот это те платья, которые, по моему опыту, выбирают взрослые женщины, чтобы выглядеть моложе. Но выглядит это на самом деле на них забавно. Почему? Такой вроде бы яркий цвет, кружево присутствует, опять та самая женственность. Но опять не современная женственность, это раз. А второе, особенно в таком цвете, наоборот, это будет подчеркивать ваш возраст. Если вам, допустим, в районе 50-60 лет вы надеваете такое платье, вам кажется, что вы девочка-припевочка, а со стороны кажется, что очень взрослая женщина надела детское платье. Будьте с этим аккуратнее. Вязаные вещи. Вещи, которые на самом деле добавляют возраста. За счет чего? Я скажу здесь сразу за счет того, что, помните, были времена, ну, может быть, не помните, и вам повезло, когда наши мамы, бабушки вязали исключительно потому, что не было средств на то, чтобы купить какие-то вещи или просто этих вещей у нас в стране не было. Именно за счет этого вязаные вещи зачастую оказываются теми вещами, которые добавляют нам возраста и ставят нас, в каком бы цвете это ни происходило. Несмотря на то, что эта вещь мне нравится, она очень приятная на ощупь, она такая прям мягенькая, хорошенькая, но тем не менее она действительно будет добавлять возраст практически всем. То есть, да, есть типажи, которым это настолько идет, что этого будет незаметно, но в большинстве своем возраст прибавится. Что можно сделать, чтобы этого не произошло? Просочетать как-то очень модно, стильно, молодежно. Например, с какими-нибудь крутыми, стильными, модными фактурами в том сезоне, в котором вы находитесь. Ну, и дополнить какими-нибудь яркими, например, элементами. То есть, вещь можно спасти, но сама по себе она такая немножечко бабушкина. За счет фактуры, в первую очередь здесь за счет фактуры. Легкие ткани, они, конечно, в тренде, но давайте будем честными. Во-первых, цвет, как будто выстиранный какой-то небесный цвет. Во-вторых, здесь фасон. Фасон как будто я нашла где-то у бабушки в сундуке. Причем реально у бабушки в сундуке, потому что у меня есть такие вещи реально в сундуке, которые лежат на чердаке в деревне где-то под Брянском. Это правда. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны при выборе вот такого плана вещей. С такой длиной рукава, такого цвета, с такими пуговками белыми. Мне представляется уборщица вот в этом платье. Не дай бог, еще это будет в горошек. Вот тогда я просто упаду в уморок. Или в цветочек. Да. А я тем временем не могу устоять. Но меня прям, я не знаю, посетило вдохновение в этом магазине. Я должна предъявить претензии, парки же в моде. Парки же в моде, да. Но будьте внимательны, да. Почему так часто говорят про насмотренность? Да, потому что если вы просто прочитали статью, что парки в моде, вы вот это вот купите, будете счастливые. Но не в моде. Но выглядеть, да, как будто намного старше, чем есть на самом деле. В том, что здесь и стол еще стежка, она тоже в моде. Вот как можно умудриться взять два тренда одновременно. Просочетать это в таком стате модный. Да, но при этом сделать так, как будто... Ну вот опять, у меня ассоциация с уборщицами сразу. А давай, смотри, соберем комплект. Да, я никого не хочу обидеть. Соберем комплект уборщиц. Блин. Но тем не менее, даже если вы работаете уборщицей, да, я уважаю все профессии. Но вы же не хотите так выглядеть. Да, то есть выглядеть-то хочется лучше, конечно. Я тоже... Можно я скажу? Можно. Вот я тоже... Гриша не сдержался. Гриша не сдержался, да. Я понимаю, за счет чего, но как бы можно выглядеть в этом старше, чем вы есть на самом деле. Но просто, на мой взгляд, мне кажется, что возраст этим вещам и людям будет добавлять вот именно крой. Например, вот эта парка, да, которая вроде бы с актуальной стежкой, да, эта парка, актуальный цвет. Ну, а вот эта вот кулиска, именно она добавляет того самого возраста. Вот представьте, Оля бы сейчас надела эту парку и стала бы лет на 10 старше, по-моему. Гришнее. За счет вот этой вот самой кулиски. Почему? Потому что эта кулиска дает приталенность. А приталенность у нас, во-первых, не в тренде, а во-вторых, кто пытается себе добавить талию. Как правило, женщины возрастные. Мы не хотим никого обидеть, но если вы хотите выглядеть моложе, то избегайте. На самом деле, есть и приталенные вещи, которые будут смотреться здорово, но, конечно, невооруженным взглядом, я уж надеюсь, что нашим подписчикам так точно, видно, что это не про эти вещи. Не будем делать акцент, что это магазин, но вот здесь куда ни поверни, здесь везде есть трешачок. Что здесь? Здесь цвет. В первую очередь, такой цвет, он какой-то... Знаете, есть игра «Монополия», и там есть вот эти вот коричневые дома, самые дешевые. Я их называю «Какашкин дом». Так вот, этот цвет как раз-таки «Какашкиного дома», и он реально очень сильно добавляет возраста. Очень мало женщин, да и мужчин, пожалуй, в этом мире такого цветового типажа, которым подходит реально в портретную зону такой цвет и не делает их стариками. А можно я внедрюсь в кадр и дополню по этому цвету, по «Какашкиному дому»? Дело в том, что коричневый цвет психологически всегда считывается как очень взрослый цвет. Опять, детей или юных каких-то особ, которые по доброй воле выбирают такой цвет и носят его, ну, практически, наверное, не существует. А я об этом как раз и говорила, да? Да, коричневый – это мать-земля, это что-то такое очень основательное, очень… Состоявшееся такое. Да, древнее, мудрое. Ну, то есть никак не про юность, легкость в душе и так далее. То есть возраст прибавит, кто бы это ни надел. Еще одна вещь. Вот если там было дело в фактуре, в первую очередь здесь за счет фактуры. То есть здесь дело в фасоне. Такой фасон, как будто он уже устарел и сразу представляется какая-нибудь учительница, такая именно преклонных лет, такая прям тетушка, да, которая любит женственно одеваться. Женственно можно выглядеть и стильно, модно, молодежно. Да, а можно выглядеть вот примерно так. Ну, свои… Да, я тоже помню свои школьные годы. Простите, да, я же не могу не влезть. Я помню, реально помню, это я носила в школе. Мне было, наверное, лет 13. Да, да, у всех, наверное, такое было. Здесь опять, ну, практически все, что может нас привести к более взрослому возрасту визуально. Кружево сейчас в моде, но в данном случае это не то исполнение, которое покажет, что мы следим за трендами. Да, это то, как носили когда-то очень давно, еще и в таком вязаном фасончике. Вязка, причем здесь вяленькая, такая неплотная модная, да, именно вяленькая. Еще пуговки с жемчужинками, да. Обыграть пуговки с жемчужинками так, чтобы это выглядело стильно, современно и дорого, достаточно сложно. Я не говорю, что нельзя. Можно, конечно, но это сложно. И в данном случае с такой, я по-другому не могу это назвать, кофточкой, да, это даже не пытайтесь. А вот и моя супернаходка, это, познакомьтесь, куртка. Я знаю, что многие из вас сейчас скажут, что такие куртки можно носить под пальто в прохладный период. Да, пожалуйста, носите, сколько хотите. Но я хочу сказать, что я вижу очень много людей, которые носят вот эти куртки вот прям вот так вот сверху. Почему это не модно, не современно и вообще никак это добавляет возраста? Ну, потому что, во-первых, такие куртки появились, опять же, где-то в девяностых двухтысячных, когда вроде как дутые курточки стали в моде. Но здесь ни объема, здесь ни длины рукава нужны, здесь даже нет воротника, да, здесь нет никакого модного и стилеобразующего элемента. Это просто бабушкина куртка. А такие вещи я называю комбо, потому что здесь все, что прибавит нам возраст. Начиная от расцветки, заканчивая фактурой, хочу ее даже поближе показать. Такая она ближе к льняной. Во-первых, льняная фактура, ну, никак не ассоциируется с молодежью, с детьми, да, то есть возраст нам прибавляет все, что кажется таким немножечко, назовем это старческим. Третий момент. Посмотрите декор, пуговицы, да. Сам фасон с добавлением вот этих вот на кармашках каких-то блесточек, вот этот дешевый поясочек. Дешевый, выглядит он дешевым, да, то есть это не значит, что у него приятная цена. Ну, цена 13 тысяч, да, такая средняя, скажем так, но выглядит гораздо дешевле и сильно старшая сделает любую, даже самую красивую девушку, даже меня. Ну, получится у нас уже не топ-10, а чуть побольше, но просто я не могу мимо этого пройти. Это платье, оно не то, что возраст прибавляет, а оно вот ощущение, как будто вы прибыли на машине времени из 90-х, начала 2000-х. Ну, и, конечно, когда вы выбираете неактуальные фасоны и неактуальные расцветки, неактуальную одежду в целом, ощущение сразу, что возраст у вас старше, чем есть на самом деле. Да, такой эффект, хотя, казалось бы, голубенький цвет, блестященькая, да, более-менее коротенькая, ну что тут может испортить? Если уж прибывать в таком, то тогда уже на красном Феррари, а с платком на голове, в темных очках и в каких-нибудь Мэри Джеймс. Под ретро, да. Под ретро, пожалуйста. Какие же вещи в основном будут прибавлять возраст? В первую очередь неактуальные по времени, да, потому что, смотрите, есть классика, но многие путают модную современную классику с той классикой, которую они купили в 90-х и до сих пор берегут. Это происходит в большинстве случаев, на самом деле. Да, то есть вот эта привычка, она сохраняется с тех времен, но она не приводит к тому результату, которому хочется. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, следите за тем, что мы показываем. Особенно смотрите ролики про тренды и антитренды. Да, мы стараемся их снимать для вас каждый сезон, чтобы вам было легче ориентироваться в магазинах. А вы можете, кстати, в комментариях написать, какая вещь вам понравилась больше всего, да, понравилась вот так, показываю. Вы пишите, какие вещи есть из тех неактуальных в вашем гардеробе. Может быть, такое есть, кстати. У меня периодически клиентки ко мне обращаются и просят обновить гардеробу их мам, потому что там как раз полно такого. Работаем с этим. Пусть все будут красивые. Да, с вами были мы, Лина Кузнецова и Ольга Епифанова и Гриша Шуб. Канал Стильно. До новых встреч.